Югра присоединилась к единой неделе иммунизации. Она продлится до 30 апреля. Компания этого года нацелена на популяризацию вакцин. Специалисты эпидемиологического профиля консультируют жителей по вопросам иммунопрофилактики. Дают рекомендации, как защитить себя и своих детей от инфекций, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям. От себя добавим, что вакцинация это одно из величайших достижений здравоохранения. Эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с инфекциями. Единая неделя иммунизации переросла в мировой проект, в котором участвуют более 180 стран. Пилотажная группа «Барсы» приглашает югорчан принять участие в акции «Воздушный бессмертный полк». Напомню, в этом году из соображений безопасности массовое шествие отменили и у жителей нашего региона есть уникальная возможность отдать дань памяти своим героям. Пилоты «Барсов» в шестой раз поднимут в небо портреты участников Великой Отечественной войны и пролетят над городами Югры. В этом году в акции принят участие семь самолетов, на которые планируется разместить фотографии примерно 7 тысяч человек. Это будет рекорд по количеству портретов защитников Родины. В прошлом году их было полторы тысячи. Отмечу, что «Барсы» уже принимают фотографии, отправить их можно до 1 мая в личные сообщения официальной группы пилотов в социальной сети ВКонтакте. «Каждый может отправить портрет своего героя в определенном качестве, который мы выставили в социальной сети. Каждый может зайти, отправить, и после этого его фотография его героя будет размещена на борту самолетов пилотажной группы «Барсы». И 9 мая девушки из пилотажной группы пролетят над городами Югры. И каждый сможет увидеть своего героя с земли». Тележку для эвакуации раненых с поля боя собираются изготавливать в Нижневартовске. Два велосипедных колеса, небольшой, но достаточно мощный электромотор и емкий аккумулятор. Несложный в изготовлении аппарат способен спасти не одну жизнь. Производство таких тележек уже наладили в Екатеринбурге. Стоит она порядка 100 тысяч рублей. Нижневартовские общественники и участники спецоперации предлагают делать модифицированный вариант тележки с электроприводом в Югре. Общественники уже нашли поддержку своей идеи на одном из предприятий города. А вартовчане, обучающиеся на курсах подготовки резервистов при союзе морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества, уже осваивают управление тележкой на своих занятиях. У нас появилась идея силами местных производителей, кто помогает, запустить производство этих тележек здесь, на территории Нижневартовска, соответственно, и удешевить, и немного модифицировать, потому что есть моменты, которые хотелось бы улучшить. Но, тем не менее, изделие, оно актуально, оно полезно для группы эвакуации. Золотое сердце будут вручать благотворителям Югры. Жители округа выбрали эскиз для создания специального знака, которым будут награждать неравнодушных земляков. Вскоре символ обретет материальное воплощение. Имена первых обладателей назовут уже во второй половине 2024 года в преддверии Дня Добровольца. Напомню, эскиз выбирали всей Югрой. Жители округа отправили на конкурс свои идеи, шаблоны и описание знаков на портал «Открытый регион Югра». Эксперты выбрали лучшие 13, за которые и голосовали югорчане. В результате больше всех голосов получил эскиз веры Зверевой из Игрима.